запись запись включена на приветствую вас сердечно дорогой евгений я очень рад с вами всегда встречаться потому что прошлый раз когда вы мне подсказали чтобы я ел без глютена потому что грудь и наказа мне не подходит и я теперь кукурузные а вот что вы скажете по поводу кукурузных может быть от этого но или худеют люди или полнеют люди некоторые у вас индивидуальный подход добрый вечер во первых хасай магомедович во первых я рад что значит вам эти кукурузные хлебцы зашли вот они для вас самое то что вы можете есть но для тех у кого есть лишний вес или тем более ожирение я такие хлебцы есть не рекомендую потому что это высоко углеводный высоко калорийный продукт хоть и без глютена кукуруза содержит очень много крахмала и от того может быть мне тоже надо как-то сочетать это с другим каким-нибудь вот не только кукурузный я чувствую я рубашку надеваю надо мне натягивается то есть я чувствую немножко поправился может быть но чешели своей говорю евгений мне посоветую есть кукурузные потому что там нет на этого то что мне всегда портила кожу вот это глютен а сейчас кожи говорю хорошая она говорит тебе полезно поправиться немножко лишь ну я не знаю пошутила или нет для меня еще уточнил но я чувствую я немножко я может быть можно еще какой-то другой продукт рисовые пожалуйста бывают рисовые то же самое хлебцы значит бывает просто чисто хлеб это хлебцы это хрустящие сухие вы едите показали мне а бывает просто настоящий хлеб его трудно отличить и по вкусу и по виду и по цвету и по запаху он очень похож на настоящий безглютеновый хлеб продается тоже в магазинах вот но это как правило продукт опять же который я не рекомендую есть людям с избыточным весом у которых нет проблем с переносимостью глютена как у вас значит такой проблемы как у вас вот потому что как правило эти безглютеновые продукты они делаются из рисового крахмала или муки кукурузного крахмала или муки а все это высоко углеводистые высоко калорийные продукты с высоким гликемическим индексом как от которых худеющие должны строго воздерживаться вот интересные вещи рассказывают почему мне с вами интересно и приятно общаться потому что вы такой компетентный человек глубоко смотрите именно индивидуально мне хочется понять вот например я очень любил я жил в армении 5 лет я очень любил лаваш но традиционный лаваш делают делают же из пшеничной муки высшего сорта конечно это с глютеном и к сожалению это конечно вам нельзя значит надо найти безглютеновая ламова лаваш который делается из кукурузной муки или рисовой или соответственно из кукурузного или рисового крахмала значит там я буду поправляться тогда если они будут смотрите когда когда вы ели продукцию содержащую глютен и не знали что у вас из-за этого большие проблемы у вас шло не усвоение того что вы съедаете не только хлеба а вы с этим хлебом ели различные продукты и они не усваивались потому что это вызывает у людей больных целиакии это так называется вот ваша значит ваш случай не усвоение витаминов минералов и проблема возникает и с усвоением даже и белков и жиров вот и просто углеводов теперь когда значит вы перестали отравлять свой организм глютеном который ваш организм не усваивает значит у вас началась нормально усваиваться еда и ну я не знаю там ваши параметры веса значит роста и так далее но судя по вашей верхней половине вам не помешает действительно набрать пару тройку пятерку килограмм вот но по лицу лицо у вас сейчас выглядит очень хорошо такое но здоровый значит вид у лица вот и это тоже о многом говорит я почему когда вот первую консультацию с людьми провожу некоторые не привыкли к общению онлайн с видео и смущаются и обязательно ли видео нельзя ли просто вот переписаться а мне надо на человека посмотреть увидеть конечно если мешки под глазами значит или черные круги вокруг глаз или еще там но что-то чего-то второй подбородок там еще какие-то вещи высыпания там случаются извините а вообще без хлеба есть но и я практически не ем хлеб отвык и вообще люди может быть ну в принципе в принципе нужно сходить с вами на интересный смотрите без хлеба обходиться можно но в зерновых тоже есть целый ряд витаминов которые трудно получить из других продуктов прежде всего это витамины группы b поэтому вот я например хлеб не ем но у меня ежедневно есть определенная порция трубей отруби причем там двух-трех видов разных которые у меня обязательно входят в состав моего завтрака это или каша из-за трубей или значит я делаю омлет добавляю отруби или я делаю сырники кексы маффины значит вот на моем канале в телеграме можно все это увидеть я это честно выкладываю все вместе с полным рецептом и там всегда есть обязательно значит овсяные отруби и многие разные другие такие интересные нетрадиционные сыпучие ингредиенты которые вынуждены есть люди которым надо следить за своим весом которые хотят похудеть или уже похудели и хотят сохранить свой достичь и убеждаешься что ваш подход именно индивидуальный подход когда вы с каждым человеком конкретно разговариваете учитывая все обстоятельства все тонкости его особенности мне кажется это самый правильный потому что у меня сейчас столько вопросов возникло по моему организму что мы бы заполнили сейчас все пространство нашей беседы и никому не дали задать вопросы что их интересует мы с вами вместе проведем такой совместный вебинар хорошо потом мы договоримся там марте где-то мы после восьмого числа марта и вебинар какой-то проведем чтобы вы всем кто хочет отвечали на вопросы и может быть даже и дали свой адрес чтобы может быть кто-то захочет к вам зайти индивидуально там переписываться потому что это очень серьезный вопрос вот видите я был такой довольный что теперь я могу без брутейна оказывается вот без брутейна не смотрите я как раз вот на этой неделе было пять дней шла прод экспо 2023 выставка значит продуктовая в москве вот я всегда ее стараюсь посещать уже там последние 45 лет она раз год проводятся вот и я тут кое-какие вот то что я там купил значит различные такие продукты которые я не могу найти не вижу магазинах вот и в частности как будет видно хорошо или плохо постараюсь показать это хлебцы сейчас прочитаю вам их состав они как сухари внутри состав такой семена льна коричневого морковь сельдерей петрушка кориандр значит вот это вот эти хлебцы они и без глютена то есть их вам можно и от них не поправишься потому что ну есть в магазинах тоже можно найти всякие разные интересные хлебцы с интересным составом просто в этом надо разобраться это на это потратить какое-то время изучить вопрос значит ну как я в свое время значит тоже там подписывался проходил коучинг много месяцев там обучение вот да и дальше и непрерывно вот раньше когда был совсем школьником я помню открывал холодильник там была колбаса докторская любительская ну я помню я вот сыр не мог есть голландский сыр что-то мне после него плохо бывало может быть это мне молоко нельзя поэтому я могу ну вообще я помню вот тогда продукты были они были со знаком качества у нас в советском союзе вот тогда тогда таких проблем наверно не было подходы или то же самое было просто об этом не знаю все это было в принципе в той или иной степени просто о многих вещах действительно не знали вот то есть люди понимали что там от хлеба поправляются от белого значит от сахара поправляются как это работало значит знали не все и это очень важно чтобы человек понимал почему и именно от этого значит он поправляется я за этого вообще не ем потому что если я поем шоколад сахаром извините у меня сразу на коже я снял сахар и у них и по рунку вы прошли и многие прыщики прошли у маленьких детей девочек очень важно на самом деле вот это сахар снимать сахаре прошлый раз что вы мне подскажете может быть прямо сегодня это сделаю вы мне подскажете какой шоколад без сахара есть можно я шоколад люблю сахар мне нельзя но чтобы без сахара тоже был сладкий или эти заменители это еще вреднее чем сахар нет ну все вот вещества дающие сладкий вкус в принципе это все все можно назвать подсластителями сахар сахар один из самых дешевых из них 8 миллиардов людей на планете наше человечество не прокормить дорогими подсластителями к сожалению вот тут есть под этим такой явный экономический смысл те кто могут себе позволить они покупают с более дорогими более здоровыми подсластителями продукты вот но подавляющее значит большинство населения во всем мире и в развитых странах тоже значит они покупают продукты традиционно с сахаром все значит подсластители которые продаются на рынке в магазинах производятся промышленностью они все проходят очень серьезные изучения и определяются те количество этих подсластителей сахар изменителей которые являются абсолютно безопасными для человек и это как правило такие количества которые съесть физически человеку невозможно вот поэтому я всегда говорю что можно значит отравиться насмерть даже простой питьевой водой если выпить ее сразу 5 литров вот поэтому все зависит от количества конечно вот те количество которые необходимы для получения сладкого вкуса являются для людей безопасны те количество подсластителей и сахар изменителей использующихся промышленностью они есть и натуральные есть и искусственные химические вот ну это тоже у меня эта лекция на полтора-два часа по подсластителем когда вот я ее читаю провожу все вот это рассказываю это действительно одну в этом надо разобраться и вот ну кстати вот покажу сейчас вам еще что это накупил вот какие вкусняшки на этой выставке сейчас секунду чтобы было хорошо видно еще еще как-то вот вот отражается от лампы и вот например да видите тут хотя по-английски все написано это производство российской значит я его в магазинах еще не видел и даже честно горячим не попробовал это что-то типа шок шокопай чокопай вот вредные которые которых поправляются значит тоже вот типа чокопая видите такое печенье но она без сахара и без муки без пшеничной или вот маффин тоже почему-то они все пишут по-английски производители я не знаю зачем это и почему но там маркетологом виднее видимо вот тоже самое это все без сахара и без муки это все можно есть худеющим худеть вкусно сытно нефть не отказываясь себе во вкусняшка сладкий вот и походу витамин d в каких продуктах переходим к витамину d со сладким сейчас к сладку вы только вернемся хорошо я про витамин d отвечаю значит а я не хочу ваше внимание сейчас забрать на себя потому что те которые нас но вниз и вопрос я я видите же это это же не про вас это я вот про себя то есть сладости которые я ем и чтобы вот сохранить свой вес достигнутые пустого как я его сбросил на 17 килограмм значит уже там больше четырех с половиной лет вот питаюсь вынужден питаться правильно тут шаг вправо шаг влево и вес норовит вернуться снова значит к витамину d витамин d это очень важный витамин но они все важны витамины просто но вот сейчас там 50 лет назад очень много говорили про витамин c считали что вот он все и это самое главное там сейчас сейчас говорят про витамин d но еще там один есть витамин 21 века витамин к 2 вот но витамин d конечно лучший источник рыбий жир ну да я помню маленький был нам чем давали вот почему потому что кроме витамина d в рыбьем жире еще есть омега-3 жирные кислоты когда мы с вами были маленькие ходили в детский сад про омега-3 жирные кислоты никто ничего не знал это узнали потом но благодаря тому что нам давали рыбий жир и мы не хотя значит его кто-то с отвращением кто-то с удовольствием съедали по чайной ложке значит я помню я любил очень вот еще за друг за другими детьми съедал полезно всем людям да вот по чайной ложке да но смотрите можно его есть в виде биологически активных добавок то есть в капсулах можно конечно и по старинке чайной ложкой как в детском саду значит рыбе пробежит а он продается это повсеместно в аптеках будет 20 видов значит в интернете будет 120 или 220 видов капсулах не в капсулах смотрите из продуктов питания да вот если это все вот таблетки пилюли капсулы значит лучше все получать из продуктов значит витамин d этот витамин который солнцезависимый то есть если мы живем в полосе где солнце часто и много значит по моему южнее 42 что ли широты но там мало кто у нас могут в россии в частности живет то как правило этих людей хороший уровень витамина d и без всяких добавок ну и плюс они еще там как правило и морскую рыбу едят там где то есть всегда какие-то моря или черная или средиземная кто где живет или океаны потому что основной источник это морская рыба если говорить про продукты питания дикая морская рыба значит в первую очередь значит с таким самым значимым суперфудом по содержанию витамина d и омега-3 жирных кислот и витамина а еще кстати которые в рыбьем жире конечно содержится является печень трески это хороший это да это суперфуд природный суперфуд просто вот значит там но сейчас так на память вам не скажу точно но там в 100 граммах печени трески значит примерно по моему 5 норм дневных витамина а значит там 25 норм значит то ли витамина d то ли омега-3 много мне надо открыть справочник чтобы сказать точно наверное разными производителями тоже может быть и вредными выпускаются или они все полезны печень трески как-то мне попались какие-то баночки куда такой степени вкусные а в следующий раз попались такие которые я есть просто не мог смотрите конечно производители много зависит значит и тут нужно методом проб и ошибок выбрать продукт того производителя которые вам нравятся и у вас там в магазине продается и по цене доступен значит можно говорить об импортной исландской печени трески значит но купить ее сейчас не просто и стоит она довольно дорого есть отличные продукты отечественных производителей если мы говорим в основном там про российских наш производителей потому что на белом море значит мурманске делают есть отличную печень трески значит главное чтоб в составе в консерве была только печень трески соль и например там перец лавровый лист вот все чтобы там не было добавлено никакого растительного масла значит какой там икры трески это уже другой будет продукт мы сейчас говорим о натуральной печени трески вот достаточно раз в неделю съедать такую баночку печени трески даже маленькую но они бывают 115 грамм и 230 обычно жестяные баночки такие двух размеров 115 продолговатая вытянутая 230 круглая значит для того чтобы принципе обеспечить недельный запас витамина а практически витамина d и омега-3 если шага и . миги до одну баночку в неделю достаточно вот из нее можно делать салат ее можно просто так съесть если вы можете съесть и но или как-то куда-то употребите вот тот жир в котором плавает печень трески то вы еще больше получите витаминов потому что конечно даже если натуральную печень трески вот при консервации жир вытапливается из нее и часть витамина останется в этом жире вот так это уже такие детали нюансы вот атака дикая морская рыба это лучший источник и витамина d и очень важных омега-3 жирных кислот которые на ночь она может быть искусственного разведения рыба которую искусственно разводят фермеры значит и они и откармливают выкармливают и так далее а дикую морскую рыбу ловят моряки выходят в море в открытое и там сетями вылавливают лосось это дикая морская она бывает и искусственного разведения то есть есть лосось дикий значит ну вот кита горбуша значит чего ч а кто там еще это дикие сорта а вот форель как правило ее разводе считается что ее разводят она искусственного разведения вот поэтому тут лосось и все это лососевые вот что абсолютно безошибочно как является источником витамина d омега-3 жирных кислот полезно это селедка сельдь это дикая рыба очень богата этими всеми жирами и доступны абсолютно скумбрия отлично сардины супер вообще супер food очень хороший продукт значит то есть соответственно шпроты килька вот эта вся то есть мелкая рыбешка макрель значит криль и так далее вот это все это что что берется причем там так что чем мельче рыбешка тем меньше в ней вредных тяжелых металлов которые к сожалению попадают мировой океан значит как продукты жизнедеятельности человека и ртуть и мышьяк и прочее вот и в крупной рыбе ну типа тунец значит тяжелых металлов больше поэтому даже предпочтительнее питаться такой мелкой морской дегмента и тот же самый очень доступны моего ледяная рыба это все дикие сорта морской рыбы которую не выращивают ни на каких фермах это невозможно и них вылавливают в открытом море в открытом океане вот там получается что чем ближе к природе тем меньше искусственности тем продукт ну в принципе да конечно вот и жареное или вареное мясо какой лучше ну давайте про мясо значит сначала сейчас перейдем кулинарные термообработки вот в америке например у нас такого еще пока нет я не видел но в отдельных только магазинах люксовых каких-то очень дорогущих а так в америке отдельно отделяется и стоит значительно дороже говядина вот про мясо да если вы меня спрашиваете которая травяного от корма не зернового от травяного то есть это мясо свободного выпаса говядина животных которые были на свободном выпасе да и и питались травой потому что когда они питаются зерном это получается как с человеком начинаем есть мучное а в случае с животными они зерно быстро набирают вес вот но там получается уже совсем не тот минерально витаминный состав у этого мяса поэтому мясо животных на свободном выпасе травяного от корма стоит значительно дороже вот у нас мы только можем если знаем лично фермера и видим как он пасет своих скотину тогда мы понимаем барашка барашка или вот не ну конечно значит если барашек который свободного выпаса как правило это свободный выпас вот где-то там еще на альпийских лугах в горах ну это чистейшие экологически трудно найти более чистое мясо конечно лучше вареное но это более здоровый более диетичный продукт мой товарищ сказал что лучше к ним и не я это же честно говоря очень люблю вот ну попробовал уже когда был взрослый ездил в командировке в казахстан там меня познакомили с кониной до этого я ее не пробовал вот но то же самое он как правило есть значит либо траву щиплет где-то там на лугах либо в крайнем случае ему дают зерно там ячмень или овес то есть это тоже очень чистым кормом питается в отличие допустим скажем от свиней свинина там самое популярное мясо в россии по объему продаж вот свиньи едят все подряд как известно да кони все подряд не едят вот и поэтому кай конина оленина это очень чистое мясо почему-то у меня с кониной какие-то ассоциации такие чисто человеческие вот мне как-то кажется что конь умный и поэтому как-то вот конину есть как-то мне претит как-то ну пусть он будет трижды чистый у меня все-таки по-человечески как-то мне кажется что он друг человека более разумные сознательные или мне так кажется может и барашки тоже такие же нет но конечно тут случае с кониной есть такой вот элемент вот но у меня нету вот как-то и не было никогда такого друга лошади меня поэтому нет такого момента но интересно что конина активно едят те народности традиционно до которые с конями то дружат во все интересно вот это очень интересно я в якутии вот несколько месяцев проработал значит там они выращивают на убои на откорм и едят у них жеребятина жеребцов вот но это же они потом гуконю их этих людей как предатели рода так сказать не воспринимает интересно но я это немножко шучу вообще-то там есть какая-то правда в этих моих словах потому что я помню один какой-то фантастический рассказ когда человек и он бежали вместе и это было это был символом отношения человека к природе что они вместе бегут они он на нем едет вот это было интересно хороший был рассказ очень приятно вы знаете что мне нравится вот в разговоре с вами что вы действительно первое это то что вы индивидуально подходите а второе то что вот есть какая-то вот интересность во всех этих мне кажется это философия жизнелюбие философия жизнелюбие мне кажется это очень важный момент диетологии поэтому вот когда мы сделаем совместно вебинары будем делать я думаю что многие захотят потому что мы будем делать комплекс вы будете по диете это организма для тела а я для психики для психологии как говорится на душе это когда будет совместно это будет вообще взрывной мы будем делать женщины будут худеть я буду чувствовать себя счастливее красивее здоровье и выносливее мужчины будут поспокойнее позадумчивее по философичнее мне кажется мы к этому и движемся к этому соединению души и тела соединение души и тела в нужном направлении вот скажите пожалуйста тестировать вот мы разговаривали с вашим другом с профессором и мы с ним договорились о том что я научу группу людей регулировать своим состоянием снимать стресс и так далее настраиваться к работе меньше уставать и так далее а он сделает исследование плане экспертизы что у них меняется микросоставе или волос или в организме он вы сказали профессионал в этой области лаборатория вы говорите про профессора скального да 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 но это вообще выдающийся человек ну не очень конечно так удобно может говорить великий там или что-то нову и я с ним когда познакомился у меня было такое вот впечатление там это сразу понятно вот когда человек ну как масштаба и величины то есть он родоначальник он 1 в россии начал измерять уровни микроэлементов значит это что такое микроэлементы это там минералы в основном значит микро и макроэлементы вот все те самые кальций и магний фосфор и железда дело в том дело в том что по анализу крови определение уровней этих металлов не информативно часто то есть тогда когда уже в крови уровень этих микроэлементов ненормальный это уже вообще просто беда это уже там тяжелый случай его уже там очень трудно если вообще возможно скорректировать до последнего организм в крови будет стараться поддерживать нормальный уровень основных эссенциальных микроэлементов необходимых нам вот а вот внутриклеточный уровень значит его как посмотреть надо залезть внутрь клетки вот в любой поэтому вот существует такой метод по анализ по волосам на микроэлементы значит либо по ногтям то есть это безболезненно это очень просто сдать этот биоматериал его можно сдать на одном конце планеты положить в конверт в обычный почтовый по почте послать на другой конец планеты в лабораторию значит чтоб там сделали анализ ну и оплатил оплатить сейчас без проблем можно значит тоже ну почти до с учетом специфики момента вот но в принципе нет с этим проблем вот вот он первым создал в россии лабораторию закупил соответствующим оборудованием это такой масс спектрометр который позволяет проводить такие измерения и развил это как наук он доктор медицинских наук вот и он завкафедрой медицинском институте в российском университете дружбы народов и он одновременно руководитель научно-исследовательского центра в первом меди это сеченовский медицинский университет и у него своя клиника в москве значит где делаются эти анализы вот и конечно когда вы смотрите на психо физическое там психическое значит состояние человека она вам может разными факторами определяться но я вот слушал участвовал ваших и вы нескольких вебинарах в этом году значит я то понимаю что очень много еще определяется микроэлементным составом то есть что у человека вообще с витаминами и с микроэлементами в организм и он у него может быть тревога от у него может быть все вокруг хорошо значит при этом тревожное состояние какой-то непонятно из-за чего у него просто не хватает каких-то элементов вот поэтому надо вот на это если вот но нету факторов нет ничего так он не работает нету стресса а у него все время вот он на каком-то взводе вот таком находится непонятно спать не может просыпается среди ночи заснуть не может надо найти причину изучить то есть человек неправильно питается или он старается правильно питаться у него не усваивается вот то что мы в начале беседы вот про вас говорили да по каким-то причинам физиологическим заболевания значит у него появляются вот при непереносимости глютена при целиакии не усваивается целый ряд вот этих практически все эссенциальные микроэлементы вы их недополучает вот вот вы лично и такие же вот люди которые страдают этим или схожими заболеваниями связанными с усвоениями макро ролик нашла мне один приятель билино поднялся в детстве его мальчишки накормили он потом бежал без сознания в больнице получив такую интоксикацию и потом не мог понять почему у него в жизни все время уже взрослый человек проблемы возникают он такой весь сжатие скованный таком не так не может сделать крест свободного лыжника не может что-то болтать свободно сделать как все делают и он говорит я уже привык потому что такой скованный а вот видите как интересно пример нашла интоксикацию тогда как получил если даже не думала вот врачи иногда не спрашивают о таких то а а должны были да и не думают это проверить это вроде не так дорого там но с другой стороны по омс ну вот наше медицинское страхование обязательное да по которой мы получаем бесплатную медицинскую помощь но получить анализ по моему невозможно вот на сдать на 40 микроэлементов вот как у профессора скального там в клинике значит ну нет такого мы бесплатно это невозможно сделать уже можно сделать стримки ну с ним было бы очень войти я его слушал живьем несколько его лекций на слете нутрициологов там два или три года назад не помню точно первый раз ну я просто слушал открыв рот знаете вот есть и люди которых вот ты вроде все знаешь а потом когда ты его слушаешь понимаешь ты не знаешь ничего вот и начиная естественно хочется это все узнавать и ну мне вот мне это интересно вот это на самом деле очень намного влияет на прошлый вебинаре говорили по моему что вот например чувство тревожности да и какие-то сердцебиение непонятные вот и невозможность успокоиться может быть просто банально быть вызвано дефицитом магния на низ это очень часто пишут на и сюда а при этом если сдать да и судороги в икроножных мышцах например тоже вот от этого могут быть тик какой-то да значит он может быть вызван дефицитом калия значит при этом по анализам крови все будет нормально а вот магний где больше вот виде находит чемпион по содержанию магния кунжут семена кунжута это очень полезные семена значит они чемпионы по содержанию магния железо и кальция вообще все семена понимаете из них же это семя из него жизнь потом до прорастает в нем должно быть все и на самом деле во всех семенах содержится все необходимое для того чтобы появилась новая жизнь и все микроэлементы и все витамины и жиры поэтому в и все семечки наши обычные и подсолнечные и тыквенные особенно значит и конопля на этом вот кстати я хотел показать с выставки значит казинаки если видите тут написано а это казинаки без сахара вот видно да это конопля на из конопли из конопляных семян делает единственная фирма какая-то в россии находится она в новгородской области город старая руса вот улица латышских гвардейцев смотрите какие адреса да у нас вот считаешь я просто извините евгений мне пишут сейчас мне срочно нужна ваша помощь с вами связаться там дама какая-то пишет я поэтому наверное через несколько минут должен буду помочь человеку вы уж извините так хорошо ами захватывающие интересно разговаривать следующую встречу не будем надолго откладывать следующую встречу буквально через день-два проведем тоже еще раз хорошо может быть там вопросы у наших слушателей появится и они вот в коментах под этим роликом напишут а вы тоже пожалуйста все минуты времени будет посмотрите коменты и на следующей встрече может быть вы ответите на эти вопросы потому что я уверен что сегодня нашей школе например чек будучи хомофутурус очень многие люди прошлый раз заинтересовались и они ждали момента чтобы задать вопросы но я как обычно мне вот ругают меня там нож у тебя говоря ругает что я не даю человеку сказать вы говорит перебиваете все время своими вопросами или хотите что-то про ключ свой про ключ свой а вот сейчас как раз мы про ключ и пройду потому что как раз таки у нас вот этот союз творческий поэтому пишите пожалуйста друзья коменты я хасами говоришь можно значит вот на тоже на вебинаре на прошлом кто-то задал вопрос можно ли нормализовать уровень сахара в крови вот вашими психологическими практиками и вашей методологии и значит шейла на этот вопрос ответила с точки зрения психологии я если можно сейчас скажу кратенько свой опыт как нутрициолога и диетолога значит да у людей у которых еще жива поджелудочная железа конкретно бета-клетки в ней значит при нормализации питания сахар уровень сахара нормализуется я сам такой меня уже был повышенный уровень глюкозы как я это потом понял я это когда к врачу приходила на горчит у вас чуть-чуть выше значит нормы сахар но вы там поменьше сахара ешьте там и мучное там поменьше ну хорошо да и ушел там от врача вот сейчас после того как я наладил питание похудел все сахар полностью можно абсолютно нормализовать и уйти от лекарств если вы еще не на инсулине вот но с инсулином там есть своя специфика я может быть потом отдельно расскажу как это определяется значит можно ли будет нормализовать кому уровень сахара в крови или нет примерно 80 процентов людей с ожирением с метаболическим синдромом у которых уже повышен уровень сахара в крови и если он поддерживается с помощью таблеток которые вам прописал врач значит путем диеты можно нормализовать уровень глюкозы в крови замечательно спасибо вам большое спасибо вам спасибо вы знаете я чувствую прямо перспективу у нас получится 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 мы сможем многим многим людям помочь именно в комплексном подходе именно питание и психология психофизиал вот когда все соединим вот это будет замечательно а еще когда мы соединим это с регистрацией объективных параметров о чем мы добиваемся с профессором что мы там проведем научные исследования спасибо вам большое спасибо спасибо всего доброго до свидания до свидания